всем огромный привет я думала стоит ли показывать отливанты и миниатюры которые у меня есть но все таки мы говорили на эту тему что если уж показывать наверно нужно показать все 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 в общем все что мне удалось у себя отыскать в мини формате есть из выгрузила естественно я не буду рассказывать каждом там пробнички это просто нереально наверное остановлю такое особое внимание на каких-то более менее значимых ароматах интересных или но в любом случае я могу вам сказать что если у меня эти ароматы появились всего лишь в мини формате то они уже как бы не являются такими уж желанными слишком но тем не менее некоторые из них допустим такая как винтажная дюна у меня в таком формате потому что я не стала покупать там тратиться на целый флакон винтажной дюны а поностальгировать не хватит и вот этого количества но в целом это все в общем то такая проба пират ну в общем давайте посмотрим что у меня еще есть ну чего начнем с винтажной дюны начнем это версия туалетной воды самого первого выпуска я специально ее заказала потому что в десятом году я купила себе вот эту дюну современную я наделась что там версия до переформулировки потому что в десятом году очень много у christian dior шло переформулировок и ну не знаю по крайней мере написано christian dior но коробочка была уже без черной полосы и конечно она отличалась поэтому я заказала винтажную дюну здесь очень глубокий тот самый запах который я помню красивые с начала открытия я хочу сказать что современная версия звучит даже более старая если так можно сказать и как-то ну не знаю ретро в общем в таком варианте чем винтажная но только поначалу сейчас вот она у меня уже постояла много лет и могу вам сказать что в раскрытии спустя какое-то время в общем то они мало отличаются хотя в любом случае вот эта дюна новая более грубоватая вот здесь как-то так все расходится очень мягко красиво сладковатые деревяшки какие-то экзотические цветы сладковатые на фоне знаете такого соленого ветра и вот древесные оттенки очень сильные какая-то даже сухотравье какое-то ну что за такое вот есть мне очень нравится этот аромат дальше кристалл versace этот аромат был ароматом моей подруги и я его в общем то купила просто вот так вот чтобы ну я не знаю вспоминать о ней наверное никогда у меня этот аромат не был в полноразмерном флаконе он для меня слишком легкие хотя я не отрицаю того что он очень очень приятный когда я садилась к ней машину и чувствовал этот запах кстати зимой мне казался таким хрустально ягодным с какими-то цветочными оттенками такой прелестный но у меня его никогда не было полным и не не хочу сальвадор дали но конечно нужно было покупать хотя бы черные губки они вот эти купила просто из ностальгии сто лет назад но мне не нравится вот уже вот в этом варианте как все это звучит грубо тоже достаточно ну как бы им можно знаете восхититься если вы помните тот аромат старый и тогда он просто вам будет его напоминать и в общем то тогда этот вариант сносим но вот так чтобы им прямо знаете пользоваться как-то душиться нет теперь плеже стила удар у меня вот такой мини флакон по-моему здесь я не помню сколько да кажется 15 миллилитров я все время находилась в поиске красивых цветочных ароматов и мне кажется что раньше вот в 90-х как-то был больше выбор таких ароматов но он мне не пошел для меня он слишком кислый в нем есть немножечко вот то что мне нравится знаете запах то ли одуванчиков то ли бархатцев что такое но кислые какие-то ноты мне очень сильно напрягают не знаю мне не нравится но в общем вот с того времени сколько уже тоже где-то лет шесть назад как его купила вот всего лишь сколько использовано но intense кафе я рассказывала что нам не он комплементарные и поэтому я взяла себе мини объем red out брала вслепую тоже я не у меня есть видео вот этот малышок и вот этот это амор и кинзо продала большой амор вот такой потому что поняла что я не буду им пользоваться у меня очень много ароматов более красивых восточного такого теплого направления у слишком для меня спокойной вот эта версия это ли парфам она более дымная и специевая такая достаточно интересная звучит очень восточно сейчас по моему вот если искать это уже снятость полноразмерном флаконе то будет дорого стоить но мне хватает вот этого чтобы послушать и понять что целый флакон мне не нужен здесь пробнички с покупкой вот этого же ванши ангела и димона классического давали про пробников ой далее если правильно и и произношу обычная версия ауди туалет и парфюм ньют честно говоря я могу вам сказать это вроде бы как идут фруктовые шипры да но они настолько ровные что я не могу сказать что мне эти запахи не нравятся они нормальные но не вызывают никакого душевного трепета точно также вот этот парфюм это life resistible конечно с названиями сложновато ну ладно где он тут куда-то делась от него коробочка сахарная вата ягодность начало мне даже понравилось то есть оно было достаточно такое приятное хотя конечно синтетическое что-то в стиле каких-то жвачек ну не мое но по крайней мере приятно но потом он как-то так раз распадается непонятное какое-то звучание и начинает звучать знаете что-то в стиле вот не такие ароматы напоминают рейд очень резко вот допустим такой же у меня ассоциацию вызывает ультравайлет по карабан не могу для меня это вот инсекстицид и вот здесь тоже есть такие же отталкивающие моменты не знаю не могу не понравился так но это лавея бель это просто для так иногда чтобы послушать это маленький кусочек 19 пвшки я взяла с собой здесь у меня еще мантали это wild дикие груши и ревнивый шоколад ревнивый шоколад сделать немножечко попробовать очень хорошо что я не стала покупать даже двадцатку потому что ну настолько все это приторно нет действительно очень реалистичный запах шоколада набрызганного духами ну что-то вот такое дикие груши я как раз таки взяла для того чтобы у меня был аромат то есть именно пользоваться пока еще не пользуюсь я считаю что его лучше весной наверное и летом как-то сейчас у меня к нему даже даже вот к этому объему тут я не знаю сколько там 3 миллилитра не тянется рука тоже даже двадцатку не захотела себе в полном но принципе неплохой то есть так иногда вот чтобы подойти к нему он свежий фруктово-цветочный химический но в какой-то момент вот очень-очень спустя продолжительное время я начала на себе ловить что-то наподобие елисейских полей знаете если их там сто раз разбавить и вот мне вот это понравилось в диких грушах то есть они в базе достаточно прикольных а поначалу это конечно такое химическая атака это немножечко винтажного о нет чтобы не чесались руки купить себе полноразмерный флакон который я уже продала потому что у меня есть такой момент что вот я просто хочу иногда послушать запах но я ими совершенно не пользовалась не твшкой не пвшкой современными нет это елисейские поля парфюмированная вода у меня уже они есть просто стоят в крыму в золотом кофре парфюмированной воде чему я очень рада тоже покупал для того чтобы пока что было вот так а дальше там а дальше он у меня оказался во флаконе так это эпик амуажевские обратить внимание сколько использовано наверное года за четыре то есть когда мне пришли вот такого плана эти самые фирменные сэмплы там был и эпик он мне понравился как и интерлюд женский и я заказала его вот тут 10 миллилитров но он настолько я не знаю может быть напрягающим я его могла носить только лишь в жару потому что в холода очень сильно что-то типа лаврового листа знаете до тошноты я даже не представляю как можно относить целый флакон этого аромата настолько он ну я не знаю своеобразно у него в нем такая сладость которая от которой может подмутить и травянистые оттенки кстати по поводу травянистых оттенков недавно я тестила вчера точнее я потестила ауру мюглеровскую и она мне понравилась да мне нравится такое сочетание давние есть чувствуется эвкалипт или что-то такое лекарственное но на мне я надушилась полноценно это все очень классно раскрылась и он не громкий ну такой интересный я постараюсь все-таки себе каким-то образом его заполучить и тогда может быть будет обзор но мне хочется этот парфюм понравился так что касается эпика ну в общем тут говорить не о чем вот стоим стоим чего-то ждем только в жару он на мне начинает раскрываться знаете такой очень классной розой с вот этими травянистыми подтонами со стороны может быть он смотрится и шикарно мне на мне сразу же его заметили но мне его на себе уносить очень очень тяжело так это флёрст оранж серлю тенс цветы апельсина то же самое от 10 миллилитров за такой же срок вот еще сколько всего для меня ой прошу прощения для меня здесь очень много индола то есть 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 апельсиновый цвет более менее чисто звучащий а есть вот такой страшно индольный как у сержа лютена лютанца лютенца как как угодно в общем нет не могу носить его мне он тяжел так не это целлофан целлофановая ночь или как мерцающая ночь не знаю не могу достать из вот этого кофра металлического сам парфюм там тоже практически полный этот самый 10 миллилитровый отливан я его покупала потому что кто-то обмолвился что это в общем-то жадор ночи только вот в таком самом улучшенном варианте который только может быть жадор я свой подарила потому что на мне он был слишком холодный слишком какой-то химический и ну как-то не очень не очень не шел я пошла потестила в эль-де-бате кстати также как и цветы апельсина но в итоге все равно у меня не сложилось я не могу сказать что это жадор он просто цветочный буйно цветочный но в нем есть какая-то настолько отталкивающая лично меня нота которые просто не могу уносить и не знаю что-то свербящее у меня начинает от него болеть голова теперь теперь в уманите кожаная мне когда-то ее давали при покупке в европе с другими ароматами мюглера и от нее там конечно же нифига не осталось он видите чуть-чуть она кстати вот такого желтенького цвета и было изначально запах до сих пор очень сильные очень классная версия в уманите с кожей она теплее но в общем-то интересно очень очень похоже но вот в уманите с кожей можно по-другому ее никак не не охарактеризуешь очень необычная классная мне понравилось но может поддушивать то есть за счет вот этой теплой такой может быть излишней теплоты достаточно такой душный парфюм его только где-то на улице на воздухе в закрытом помещении мне кажется можно самой задохнуться от самой же себя так диво диво унгара эдп ой но мне он совершенно не понравился это уже я не знаю это же вроде бы не современный парфюм но звучание такое очень очень винтажная очень древнегреческая знаете в стиле вот палома пикассо что-то такое то есть я бы не стала бы носить этот аромат я даже не знаю какая-то версия мне положили вот эту вот фиолку в подарок к моей покупке я покупала что-то у девочки на ла парфюмерии и она мне а по-моему вот резор классический да с вот этим кристаллом сваровски которая потом продала и вот вот это вот мне пришло в подарок ну не знаю восторгов я не разделяю down классика но это супер винтаж сейчас сейчас надеть вот такой аромат для меня это тоже самое что знаете помните есть были такие и не помню только в каких годах в двадцатых наверное или это конец девятнадцатого века или начало двадцатого вот эти шляпы торты ну по идее это красиво да но но не носибельно в люди вот сейчас для меня вот такие ароматы да они могут иметь свое конечно же там очарование красоту и все такое но как-то в люди уже все нет ну вот как то так ну или может быть он недостаточно красив но мне не понравился так что теперь и еще не есть но тут уже остатки непонятно чего я не знаю куча вот этих мелочи даже не хочу ну что из них можно выбрать ну вот гучи гилте который мужской с кожей которые дали мне с покупкой что тут написано к юрты бойс анда была наверное ну в общем все прочитали все что в нем есть я вижу кожу и я вижу пачули изначально когда я его потестила я услышала очень очень мощные пачули вот буквально как если бы вы послушали его просто в масле ну потом да это все как-то трансформируется в такую ядерную кожу не знаю мне этот аромат нравится вот знаете на второй третий день когда его наносишь вот только сейчас и сразу он очень яркий мужу моему он тоже понравился так 50 на 50 он год я бы его с чем-нибудь миксовал вот что-то легкое но только не акватику а знаете какой-то легкий пряный парфюм с вот этим вот чтобы он был немножечко поглуже потому что слишком однозначная какая-то вот кожа он сказал пахнет лошадиным седлом и все но он приятные но поначалу убойный просто убойная но вот именно в базе он уже красив но и еще надо дождаться так еще мне дали вот этот кошмар на крыльях ночи летящий но там ну просто вот стиральное моющее средство не знаю антикомарин не запаха это не тот случай когда флакончик трешевые а внутри там что-то приятное кстати вот у ауры меглеровской мне совершенно не нравится флакон и название какое-то тоже дурацко хотя она показывает немножечко вот его характер он действительно первый час только сидит достаточно ярко а потом раскрывается и действительно вокруг вас вот таким вот интересным облаком летает так ну что еще леди миллион прив мне понравился парфюм но я не стала его себе покупать потому что он такой не знаю но ничего необычного я в нем слышу до отголоски черной орхидеи особенно поначалу когда его потестила потом уже ничего такого не слышала то есть как-то восприятие замылилась и сла сладенько не знаю обычный prada candy по моему это о де парфам очень легкий мне он напоминает запах знаете сладких такой сладковатый запах румян у меня были румяна буржуа и вот они пахнут мне кажется похоже вот на этот аромат то есть какой-то такой глухой я вообще не знаю когда говорит ой она такая сладкая она такая такая да она вообще не слышимая практически на сидит где-то там возле кожи надо принюхиваться так ну может быть я так слышу ну кинозо цветок все знают супер пудра что еще у нас лолит олимпика у меня есть в наборе лолита travel case estee lauder в рейте куда-то делался где-то здесь он был такой обычный цветочные весенние цветы очень простенько вот иногда даже думаю может быть купить в качестве какого-то такого парфюма цветочного но вот до сих пор сам не с 5 лет он валяется мне этот пробник нет наверное все-таки нет жадор льер вот его я использовала мне он понравился этот жадор льер так болинсяга б или в мне такое не нравится для меня это какие-то огурцы то есть он настолько ну не знаю вообще нет и вот эти и хлоры ботаники мне тоже не нравится вообще джо малон это я выбрызгала blackberry н.б. ежевик и лавр мне понравился он действительно очень натуралистично пахнет ежевикой такой себе эти колончик легенький и я бы хотела бы себе его полноформатный объем на лето допустим но он дорогой мне все время на такое легкое жалко денег так сейчас где 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 еще был джо малон джо малон ты где ты елки пал вот он так это у нас кто так 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 мимоза энд кардамон ну честно говоря не очень вот как видите даже вот этот вот мини объем мне от него начинает но он как-то хуже нет него начинает немножечко подташнивать вот честное слово так том ford мандарина diamalfi не впечатлил мне понравился soul depositano видите пустой хотела бы себе полный white suede тоже мне нравится тоже хочу у меня обо всем об этом есть ролики чем пока абсолютно очень понравилось тоже хочу тоже есть ролик уд вот tom ford не знаю вот снимать не моя тема хотя он прикольный ну красивый но мне не очень так манталь пьюр голд вообще не нравится какие-то ужасные цветы кислые а море ой аму аж сель не знаю я хотела им впечатлиться но в итоге какие-то какая-то пудра что-то уходовая какой-то немножечко прогорклый крем для лица таким с пудровым оттенком нет а муж опус 3 тоже в нем есть только на другой лад какие-то оттенки инсоленса но тошнотворные вообще не понравился вот реально в нем что то есть такое знаете от пшенной каши какой-то оттенок реально начинает тошнить от него так что и еще рефлекшен огурцы я вам говорила мне нравится gold покупала думала даже у меня была такая шальная идея продать там часть коллекции и купить себе gold и лидия как хорошо что я этого не сделала нет нет и все до свидания так одессуар сислей в он был нормальный но в общем я его выброс гола и как и даже потом какое-то количество оставалось и больше к нему не подходил он превратился в такое масло посмотрите но пахнет до сих пор вот этим одессуаром но мне не нравится для меня он очень резкий мужской вот здесь у меня отливайте голда пудра такая театральная деа конечно более легкий и более красивый куком от мазель мне и постоянно давали в риф гоше с покупками одно время вот постоянно и я вам хочу сказать что может быть уже переформулировка как-то подействовал у меня флакон тринадцатого года он там очень яркий и красивый но меня душит этот аромат но вот эти тоже наверное миниатюры тех же лет и вот когда я наношу этот аромат из вот такой миниатюры это парфюмированная вода вот тогда он мне нравится то есть настолько нужен микро пшик и вот тогда получается красиво в общем вот так я недавно для себя вот увидела вот этот у себя пробничек нанесла и мне понравилась как у мадемуазель я поняла что все дело в дозировке так было еще винтажная поэма но я ее разбила расколотила стоял запах наверное месяц это несмотря на то что она упала на ламинат но ее тоже только намазом потому что она ужасно яркая ну так вот по верхам я пробежалась вроде бы даже показала больше чем хотела вот так вот все видео конечно получилось достаточно долгим поэтому я благодарю всех кто досмотрел до конца но я думаю что многие парфюманьяки готовы слушать часами разговоры на свои излюбленные темы я это уже поняла по вашим же комментариям которые вы мне писали что совершенно не обязательно ограничивать себя какими-то рамками но я в любом случае стараюсь делать не слишком долгие видео но это уже вот так получилось потому что ну все таки о каждом даже по минутке скажешь и вот она уже и набегает от пузырьков достаточно много все на этом все обязательно пишите мне свои комментарии встретимся в следующем видео пока